После сентябрьского распределения в детсады почти 1400 детей в возрасте от 3 до 7 лет оказались за бортом системы дошкольного образования. И это при том, что каждому ребенку оно положено по закону. И тут на помощь государству ожидаемо приходит бизнес. Казалось бы, кроме высокой цены в частном детсаду сплошные плюсы. Маленькие группы, индивидуальный подход. Сейчас на территории края действует около 30 подобных учреждений. Около, потому что даже контролирующие органы об их существовании не всегда узнают сразу. Управление, как и Министерство образования, точной цифрой не владеет. Потому что, к сожалению, предприниматели крываются на свой страх и риск. И мы узнаем об этих группах или об этих детских садах из жалоб либо обращений граждан, либо же, когда регистрируется там инфекционное заболевание. Однако среди тех, кто смог получить разрешение и от Роспотребнадзора, и от пожарных, лицензию на образовательную деятельность имеет в лучшем случае треть. А потому все эти греющие душу родителям завлекалки типа раннего английского, ритмики и занятий с логопедом в таких учреждениях недопустимы. Получается, что без лицензии эти заведения могут предлагать только присмотр за детьми. Кроме того, сейчас, согласно законодательству, в частный детсад ребенок отдаются исключительно на основе доверия. Так сказать, под честное слово. Ведь зачастую договор никакой ответственности, например, воспитателя за жизнь и здоровье ребенка не обеспечивает. Большинство не обеспечивает. То, что я видел, не обеспечивает. Просто как бы формальные, разведена формальная ответственность. Но кто конкретно отвечает в такой-то период времени за жизнь и здоровье ребенка в таких договорах, ну, наши предприниматели стараются не заносить, потому что это очень ответственно. По мнению специалистов, в ближайшие годы спрос на группы присмотра за детьми в Чите меньше не станет. Хотя бы потому, что уже сегодня своего места в муниципальных садах ждет больше 6 тысяч ребятишек в возрасте от полутора до трех лет. А родителям еще 1400 дошколят придется выбирать. Лишиться работы, отдать ребенка бабушке или надеяться, что им повезет с ним государственным садом. Алена Ведерникова, Максим Лобачев, Николай Шумков. ЗАПТ-ТВ